Меня зовут Сандубай Фарман. Я всю жизнь занимался бизнесом, пока мой бизнес не влез в бывший океан Матровской области Биргер Скалиев. Его преступление по отмыванию денег коснулся и меня. Я столкнулся с беспределом. Сейчас меня лишили всего, отняли имущество, собрали бизнес, а еще посадили в тюрьму, чтобы я молчал. Сейчас все мое сказанное я вынужден выдавать за ферсию, потому что боюсь, что они снова захотят после этого подать на меня суд. Я получил 6 лет тюрьмы за то, что якобы не вернул долг. Биргер Скалиев дал мне деньги сперва как инвестор. Мы открыли Тошу Барфрук, куда учредителем вместо себя он поставил серикову динару. Он хотел сделать его бизнесменкой, чтобы она смогла получить гражданство в Великобритании. Когда это произошло, Биргер Скалиев якобы решил забрать все свои деньги назад. И через подставное лицо серикову динару они перевели с моего счета себе все деньги. Я не знал, что происходит. А когда я написал заявление в банк, так как это было незаконно, я навел гнев Раскалиева. Сейчас я понимаю, что я был нужен лишь для легализации крупной суммы денег и вывода их за границу. А приговор суда стал тем документом, который подведен якобы законность происхождения 3 миллионов долларов США. Согласно приговору суда сериковая динара положила на мой счет 3 миллиона долларов. Теперь оказывается сериковая динара является миллионершей, имеет на своем счету миллионы долларов, и которые она выдавала мне их долг на 2 месяца. Потом я их как будто не вернул, и она написала на меня заявление в полицию. Но на самом деле деньги в сумме 3 миллиона 400 долларов в США вернул мой брат, который вообще не был допрошен. Я считаю, что меня осудили по заказу, потому что все прошло быстро. Я с этим приговором суда категорически не согласен. О том, что эти деньги принадлежали бывшему Акиму Атраумской области Биргиюрскалиеву, я заявлял в суде, но никто меня не хотел слушать и до сих пор не слушает. Весь приговор содержит лживые показания подставных свидетелей, которые сказали, что это они дали деньги Сериковой Динаре, хотя они сами все на этот момент были в кредитах. Суд сфабриковал дело и был глухослепонемым. Все эти свидетели, в том числе Серикова Динара, связаны с Биргием Орскаливым. Сейчас это доказывается тем, что они являются учредителями компаний то ДМ+, то МК Бизнес и то Алико, которые по протесту генерального прокурора в 2020 году были возвращены в собственность Биргиево Орскалиево. Указанное доказывает их аффилированность и зависимость от Орскалиева. Получается, я попал под заговорщиков Орскалиева. Тогда они имели связи в наших студиях и прокуратуре. Я попал под систему олигарха с политическим весом. Я попал под систему коррупционеров и взяточников. Суд 6 лет назад забрал у меня все. Они забрали с моего счета 2 миллиона 100 тысяч долларов США. Мой дом, все мое имущество, машину, фуры, земельные участки, базы, холодильник, поселки Коши, которые я сам построил. Они оставили нас ничем. Я несправедливо потерял часть своей жизни, но верю, что время беспредела закончилось, что сегодня, когда я освободился, я обязан добиться справедливости и пересмотра незаконного приговора. Сегодня я обращаюсь к главе государства как гаранту защиты прав граждан Верховного Суд Генеральную прокуратуру. Я прошу обратить внимание на этот бездарный абсурдный приговор. Вы ужаснетесь от уровня купленного судебного акта. В этом документе нет ни единого грамма правды. Я не хочу быть жертвой коррупционного суда и коррупционного закона. Помогите мне. по приглашению по просьбе Армана мы приехали в поселок Хоше и сейчас хотим узнать у Армана для чего что он хотел нам здесь показать. Арман что это такое? Это помещение которое я построил. Я говорил что я занимался бизнесом. Я хотел показать чего я лишился и что они у меня отняли. готовый бизнес по хранению сельхозпродукции который производил производилась у нас в республике. То есть это здание которое мы сейчас имеем возможность наблюдать это раньше принадлежало вам и вам было построено? Да это было построено земельный участок был оформлен на отца и фирма на брата. Я построил общую стоимость этого здания 400 тысяч долларов и здесь можно было хранить от 600 тысяч килограммов фруктов и она приносила очень большие деньги. А вот до того как с вами приключилась такая ситуация когда у вас возникли проблемы каким бизнесом вы занимались и какова прибыль почему вы попали в поле зрения как вы думаете? я думаю я занимался импортом именно поэтому что у меня такой бизнес заметили меня и Бергерский Лив зашел в долю в этот бизнес и в конце вот видите отнял у меня всего имущества и долю бизнеса а вот на сегодняшний день что со складом он функционирует или нет? ну видите я вот освободился я вижу что она заброшена стоит она не работает не функционирует потому что без меня без специалиста здесь просто сделать бизнес не получится они этого не учли насколько я знаю вы только вчера освободились и стояли перед выбором либо это все забыть либо все-таки начать сопротивляться и оказать какое-то сопротивление и борьбу мы хотели бы чтобы все-таки ваше обращение ваша жалоба она была услышана и им была дана со стороны правоохранительных органов государственных органов надлежащая правовая оценка удачи вам в этом и удачи вам в этом удачи вам в этом